Итак, уважаемые коллеги, говоря о том, какие изменения произошли спустя годы, хочу остановиться на том, что всегда существовало две школы, школы, которые занимались лечением меланомы. И одна школа, это Московская, возглавляла её трапезников Николай Николаевич, а другая школа, возглавляемая Вагнером Робертом Ивановичем, Ленинградская, Петербургская школа. И хочу сказать, что эти школы до сих пор существуют, центры работают, и новые ученики продолжают работу, продолжают деятельность своих учителей. И позвольте мне несколько показать вам кадров, которые, мне кажется, производят впечатление. 1968 год, Москва, 8-й международный противораковый конгресс. Посмотрите слева, стоит молодой, красивый Михаил Лазаревич Гершанович. Сегодня мы ему посвящаем свою сессию. 1962 год. Тогда не было ещё никаких лекарственных препаратов, которые бы эффективно воздействовали на меланому. И, конечно, самый эффективный метод был хирургический. И практически все пациенты, если они не имели висцеральных изменений, они подвергались, насколько это возможно, хирургическому методу лечения. И вот видите на фотографии слева, 1964 год, первая операция на лёгком, но такие вот операционные были, где оперировались и пациенты с меланомой. Ещё раз обращу ваше внимание на снимок справа. Справа крайний стоит Петров Юрий Викторович. Он длительное время работал в институте. И хочу сказать, что он был защитником Брестской крепости. И, будучи недавно в Бресте, я увидела в музее его авторифераторской диссертации. И я просто хочу ваше обратить внимание, что это, конечно, легендарные люди. Это история. И с этой историей, к этой истории мы прикоснулись. Ещё несколько кадров. Празднуется 50-летие института и 100-летие со дня рождения Петрова Николая Николаевича. Слева Вагнер Роберт Иванович, Блохин Николай Николаевич, Напалков Николай Павлович и Петрова Елена Николаевна, дочь Николая Николаевича Петрова. Преемником, учеником достойным Роберта Ивановича стал Ворчук Алексей Степанович. Алексей Степанович возглавил отделение. Тогда меланомой занимались на втором хирургическом отделении в институте онкологии. И там, где было таракальное отделение. И были достойные ученики у Алексея Степановича, у Роберта Ивановича, и Анисимов Валентин Вадимович, и Михнин Александр Евгеньевич. Они защитили и докторские диссертации, и имели очень много научных работ. Отделение достаточно было известное. И повторяю, в основном, конечно, метод лечения был хирургический. С 2005 года лечением больных и меланомой, хирургическим лечением продолжила заниматься отделение возглавляемого Гавтоном Георгия Ивановича. Здесь, видите, вот на кадре его более молодым. И в настоящее время он продолжает работать в институте. И одно из интересных направлений, которое возглавляет Георгий Иванович, он стал пионером в этой работе, это регионарная химиоперфузия конечностей при лечении меланомы кожи, при распространенных формах заболевания. Хочу сказать, что такой методикой владеют всего два центра у нас в нашей стране. Это вот наша школа и московская школа. И как палиативный метод, как вспомогательный метод, безусловно, он имеет определенное место. Что же касается лекарственной терапии. Михаил Альцгиршанович, сколько вот я пришла в институт в 90-м году, кто-то пришел раньше. И, к сожалению, больные с распространенной формой меланомы считались инкурабельны очень длительное время. И вот я привела не зря вам слова из интервью, обращенную к Михаилу Лазаревичу 2009 года. И он говорит, что есть заболевания, по которым прогресса почти нет. Рак почки, поджелудочная железа и меланома. И, уходя из жизни, Михаил Лазаревич только захватил маленькие эпизоды того, что появились новые препараты, и мы стали лечить этих пациентов. Поэтому давайте сегодня обратимся несколько к истории и к тому, какая эволюция произошла в лечении больных с меланомой. Итак, с чего мы начали? Одногодичная выживаемость всего была 30-35% максимум. Основные препараты, которые появились, например, декорбозин в 1975 году, это, значит, пользовались декорбозином, пользовались интерфероном и интерлекином-2. И, повторяю, общая выживаемость, медиана общей выживаемости была меньше одного года. Что пользовались? Химиотерапия. Химиотерапия, частота объективных ответов, она была достаточно низка. Это по литературным данным описывается, что она достигала 20% случаев. На деле мы видели менее 10% случаев. И, конечно, это метод достаточно коварный, который убивает не только клетки опухолевые, но и повреждает здоровые клетки. Поэтому токсичность достаточно выраженная, и гематологическая токсичность, и негематологическая токсичность. И самое главное, что влияние на общую выживаемость не наблюдалось. Максимальная общая выживаемость медиана равнялась 9 месяцам. И нужно отдать должное бывшему директору нашего института Хансену Кайду Павловичу, который принял институт в очень непростое время, в 90-е годы. И его идея создать отделение биотерапии, она воплотилась в жизни. И институт стал лечить пациентов с помощью биотерапии. Создано было отделение биотерапии, его возглавил Владимир Михайлович Моисеенко. И лечили пациентов, в том числе высокими дозами интерлекина. Эти данные были опубликованы, и результаты были неплохие. И, к сожалению, эффективность была не столь низка, но токсичность высокая достаточно. Это гипертензии, это отеки. И нередко пациенты подлежали более интенсивной терапии для снижения токсических реакций. И, к сожалению, интерлекин высокими дозами не вошел в практику в клинической онкологии. Но вот если мы обратимся к тем результатам, которые были, у нас была и диссертация была защищена, посвященная такому лечению с помощью интерлекина и сочетанной терапии. Алексей Викторович Новик защищал свое время. Посмотрите, объективный ответ с применением интерлекина-2, он равнялся 22%. Здесь вот отмечены те схемы, которыми мы пользовались, HIT-3, HIT-6. Это комбинация интерлекинов с химиопрепаратами. И, как видите, ответы, тем не менее, мы наблюдали. И вот я хочу вам остановиться на красивом таком клиническом примере. Речь идет о пациентке, которой сейчас 40 лет. Она пришла к нам, ей было всего 27 лет. У нее была распространенная форма меланомы кожи правой стопы, причем с изменением в лимфатических узлах. То есть это была четвертая М1 стадия. Эффекта докорбозин никакого не дал, поэтому ее перешли на лечение с помощью пролекина, то есть интерлекина-2. Она получила курс лечения и длительность ответа больше 10 лет. Через 5 лет после окончания терапии она родила двух прекрасных ребят, которым сейчас 7 лет. В настоящее время дети здоровы, у нее нет признаков прогрессирования заболевания, и мы считаем, что этот ответ на лечение, он достоин внимания. Не все уж так было тогда плохо, и мы лечили тем, что у нас было, и не всегда ответы были отрицательные. То есть были позитивные ответы, и этот случай, конечно, об этом и говорит. Пользовались геномодифицированными вакцинами. Как видите, мы продолжаем эти исследования. Ирина Александровна Балдуева возглавила лабораторию иммуно-онкологическую, которая работает и по сию пору. И здесь вы видите наших сотрудников. К сожалению, бывших. Владимир Михайлович Моисеенко возглавлял отделение Рашидова-Хейдова, она везде работает. Нина Тюкавина, которая сейчас возглавляет отделение химиотерапии в 40-й больнице. Анна Борисовна Данилова по сию пору работает. Работа большая, она до сих пор продолжается. Как видите, последнюю статью по поводу использования модифицированной вакцины ТАК-7 опубликовали сейчас в журнале «Онкологист» в этом году. Также используются и использовались дендритно-клеточные вакцины с 2006 года по сию пору. И также эти данные были опубликованы в международных журналах. Естественно, произошли последние изменения, революционные. Произошли они в 2011 году и появились новые препараты. Действительно распахнулась дверь, и мы увидели, что у пациентов, может быть, ответы на лечение и полные ответы. Почти параллельно появились ингибиторы тиразинкинас и иммунотерапия. Первый препарат – эпилимумаб. Ну, первое, что хочется на чём остановиться, это препарат таргетного назначения у тех пациентов, у кого вывелена была БРАФ-мутация. Применяли, тогда ещё назывался препарат ПЛХ-4032. И об его эффекте было написано в иностранном журнале в 2010 году, произвело абсолютный фурор. Вдруг больные с меланомой стали реагировать на лечение. У них исчезали опухолевые очаги, они чувствовали себя хорошо, они продолжали жить. И уже на первой фазе исследования были зарегистрированы ответы на лечение. И, конечно, впечатлили ответы на лечение. Объективный ответ – 9% на докарбазине и 57% на вемрофенибе, на БРАФ-ингипиатре. Конечно, впечатляюще. И самое главное, что таргетный препарат, в частности, вот здесь представлены вам данные эффективности вемрофениба, он повлиял на общую и безрецидивную выживаемость. Нам посчастливилось участвовать в международном исследовании по безопасности вемрофениба. Это исследование географически представлено здесь, вот на этом слайде. Хочу остановиться на таких подробностях. 44 страны участвовали в этом исследовании. Россию подключили уже ближе к концу, тогда, когда препарат был зарегистрирован в Америке. Скринировано было в этом исследовании больше 7 тысяч пациентов, а включено в исследование БРАФ-позитивных более 3 тысяч. Нам квота была спущена вначале на 60 пациентов. И вот 12 первых пациентов нам удалось включить в это исследование. И мы действительно в руках подержали этот эффективный золотой препарат и поняли, что это такое. А эффекты, конечно, были потрясающие того, что мы раньше и не видели. Выраженный ответ буквально через 4 недели от начала приема препарата. Больной перестает пользоваться обезболивающей терапией. У него исчезают опухолевые очаги. Улучшается общее состояние. Эффект лазеря, то, о чем говорили, мы сегодня на таргетной терапии. И, конечно, понятно, что рано или поздно будет идти прогрессирование процесса. И встает вопрос уже о комбинированном лечении. Да, комбинированное лечение, сочетание БРАФ-ингибиторов, мегаингибиторов, оно более эффективно. И уже прослеживается некоторое плато у пациентов. И что еще позволило это использование БРАФ-ингибиторов, что оно требовало обязательно, это исследование наличия БРАФ-мутации. И впервые было произведено российское молекулярно-эпидемиологическое исследование, в котором мы тоже принимали участие. Наш профессор Евгений Науч-Иминитов. Было исследовано более тысячи образцов больных с меланомой. И, как видите, в нашей стране частота мутаций была равна 60% и коррегировала с возрастом. То есть работа большая продолжалась, но что же происходит, как влияют лечения на выживаемость? И вот этот слайд, который, наверное, уже не раз мелькает, вы видите, что больные, самое главное, стали жить. Если мы раньше видели с вами однолетнюю общую выживаемость 35 максимально, однолетнюю выживаемость, то речь уже дальше пошла о трех-пятилетней выживаемости. На сегодняшний день мы имеем пятилетнюю выживаемость пациентов с метастатической меланомой. На таргетной терапии больше 30%, а на сочетанной иммунотерапии 52%. Иммунотерапия. О ней много говорят. Не буду останавливаться. Да, это и те препараты, которые воздействуют на первичное звено, еще в области лимфатического узла, и те препараты антипедиадин, которые воздействуют уже на микроокружение, их сочетание вызывает выраженные ответы на лечение. И хочется сказать, что основой для разработки новых иммуно-онкологических препаратов послужило понимание того, что опухолевые клетки для того, чтобы избежать надзора иммунной системы, способны использовать те же механизмы, которые в норме контролируют выраженность и длительность иммунного ответа. Прекрасно вы все знаете, еще раз просто напомню, что в 2018 году два исследователя, Джеймс Эллисон и Тасуко Ханзео, получили Нобелевскую премию за открытие противоопухолевой терапии методом подавления негативной иммунной регуляции. Действительно, это прорыв. Это результаты. И первый препарат, который был зарегистрирован, это был эпилемумаб. Что важно сказать? Во-первых, всего четыре введения. И это первый препарат. И пятая часть пациентов живет длительно, без признаков активности процесса. Они живы. Длительное время. Вот это как раз плато указывает на этот факт. Нам, опять же, посчастливилось участвовать в программе расширенного доступа к эпилемумабу. Мы подключились в 2012 году. У нас было пролечено 100 пациентов. И мы достигли таких же результатов, как и международные результаты. Следует сказать, что в целом в России тогда были пролечены эпилемумабом около 300 пациентов. Центр Демидова Льва Вадимовича подключился раньше. Потом подключился еще онкодиспансер городской. И в целом 300 пациентов получили лечение. К сожалению, препарат достаточно долго не регистрировался у нас в стране. Но зато за это время наши пациенты получили эффективную на то время терапию. Сейчас мы смотрим на эпилемумаб, понимаем, что, конечно, есть препараты более эффективные. И время показывает. Но тогда это было, конечно, огромное продвижение. Что мы увидели на эпилемумабе? Во-первых, что, возможно, длительные ответы. Вот, например, 3,5 года от начала терапии сохраняется ответ метастатического изменения в печени. Что еще увидели? Что эти препараты совсем другие. Они имеют иммуноопосредованно нежелательные явления, которые никак нельзя сопоставить с осложнениями химиотерапии. И кожная токсичность, и выраженные колиты, и гипофизиты, и эндокринопатии различные. И бессимптомное повышение уровня трансаминаз. И самое главное, что и лечить их нужно по-другому. И здесь в этом случае хочется сказать, что накопив опыт, мы стали инициатором создания клинических рекомендаций по лечению иммуноопосредованных нежелательных явлений. То есть получили, конечно, богатый опыт. Что еще интересно? Что увидели? Что может быть псевдопрогрессирование? Сейчас мы уже так легко об этом говорим. А тогда еще в 2013 году мы не знали, что это такое. У больного вдруг появляется очаг, и как быть на первом обследовании? Но потом он вдруг исчезает. Клиники нет. Больной продолжал наблюдаться. Я повторяю, всего 4 введения эпилемумаба, и ответ достаточно долго сохраняется. Да, потом впоследствии появляются новые препараты, пембролизумаб и неволумаб. И, конечно, пембролизумаб намного эффективнее эпилемумаба. Как вы видите, общая выживаемость на уровне 32 месяцев равняется 50% у пембролизумаба и только у 40% эпилемумаба. Конечно, более эффективные препараты, а уж тем более, когда появилась комбинация неволумаба с эпилемумабом. На сегодняшний день, еще раз повторю, что 5-летняя выживаемость пациентов с метастатической меланомой равняется 52%. На монотерапии 44% и на эпилемумабе 26%. Результаты, конечно, достаточно высоки. И медиана общей выживаемости на комбинированной терапии еще до сих пор не достигнут. Это последние данные от конца прошлого года представлены были на ЭСМА. Что еще интересно, какие произошли большие изменения. Мы стали лечить больных с поражением головного мозга. Самая неблагоприятная категория пациентов. Так вот, выявлено, что если у пациентов бессимптомная метастаза в головной мозг, а это нередко встречается, то как раз вот эти пациенты лучшим образом отвечают на комбинированную терапию неволумаб с эпилемумабом. Опять же, посмотрите, трехлетняя выживаемость этих пациентов равняется почти 50%. 42% на неволумабе и около 20% на эпилемумабе. Конечно, результаты достаточно серьезные. И медиана общей выживаемости уже равняется 32 месяцам на комбинации. И если вот использовали, то применены результаты исследования ЧИКМЭ-204, монотерапия, использование в монотерапии при бессимптомных метастазах в головной мозг. Медиана общей выживаемости не достигнута на рубеже полутора лет. Произошли изменения достаточно значимой и в адевантной терапии. Очень было красочно и интересно заседание ЭСМА в 2017 году. Выступал Александр Игермонт, где он, видите, очень красочно, ярко говорил, что нет эффективности применения интерфероном. Только в том случае предиктивным фактором может быть изъязвление, и тогда будет показано назначение интерферонов. А так эффекта применения интерферонов абсолютно никакого нет, он не влияет на общую выживаемость. Что же мы имеем на сегодняшний день для лечения в адевантном режиме меланомы 3-4 стадии прооперированной? Мы имеем как иммуно-онкологические препараты, это пембролизумаб и ниболумаб, и имеем таргетную терапию, сочетанную терапию, потому что, конечно, таргетная терапия, она должна применяться комбинированно, мег и брав ингибиторы, тогда эффективность выше. И на сегодняшний день зарегистрированы уже трехлетние результаты безрецидивной выживаемости, они достаточно высоки. Более 60% у пембролизумаба, около 60%, 58% на ниболумабе, и есть пятилетние выживаемости на комбинированной терапии. Доброфинип строметинибом 52%. То есть парадигма меняется. Конечно, что мы хотим получить? Мы хотим, чтобы наши пациенты жили долго, без признаков заболевания. Как мы знаем, в любом случае на химиотерапии, на таргетной терапии рано или поздно пациент запрогрессирует. На иммунотерапии часть пациентов остается, вот зеленая линия, часть пациентов остается живой, но нам хочется выше эту планку поднять, стоит ли применять комбинированную терапию. Об этом думали еще в 2013 году, когда только появились первые, я бы сказала, революционные препараты. И я хочу с вами поделиться теми результатами, которые сейчас были уже опубликованы. Мы являлись авторами, участвовали в этом исследовании. Это исследование-трилогия, когда оценивали комбинированную терапию, то есть это иммуно-онкологический препарат от изолизумаб и кабинетиниб с вемрофинибом у тех пациентов, которые не получали ранее терапию. Что показало это исследование? Абсолютно есть выигрыш безрецидивной выживаемости. Он равняется где-то 4,5 месяцев. И если посмотреть на рубеже 1,5 лет, то более 40%, около 44% живут без рецидива заболеваний, которые получали комбинированное лечение, и треть пациентов, которые получали только таргетную терапию. Самое главное здесь, не самое главное, хотя первичная точка была безрецидивная выживаемость, но немаловажный фактор – это длительность ответа. Только посмотрите, длительность ответа на комбинированном лечении от изолизумаб вместе с комбинированной терапией равняется 21 месяцу. На вемрофинибе и кабинетинибе, то есть только на таргетной терапии, равняется 12,5 месяцев. Разница, конечно, есть. Есть некоторый выигрыш и в общей выживаемости, но последние данные еще не собраны, и поэтому мы еще окончательные результаты увидим. Что еще хочется сказать позитивного? Появился первый отечественный ПД-1 ингибитор. Он зарегистрирован в Российской Федерации, пронгли МАП, 16 апреля этого года. Да, это препарат тоже ПД-1, правда он по своей формуле несколько отличается. Он относится к типу антител G1. И мы участвовали, опять же, в этом исследовании и лечили больных с меланомой, распространенной меланомой. Абсолютно убедились, что препарат эффективен, он не вызывает выраженную токсичность. И наш коллега, опять же, Александр Гермонт полностью поддержал, выступая на белых ночах, наряду с теми препаратами, которые уже зарегистрированы, это неволумаб и пембролизумаб. Он сказал, что есть еще новые препараты фирмы Регерон и Навартис и Пролголемаб, Пролголемаб фирмы Биокат, который тоже показал свою эффективность у больных с метастатической меланомой. Но хочется сказать, что этот препарат сейчас проходит клинические исследования и при других локализациях, при раке легкого, раке шейки матки. И мы надеемся, что он найдет достойное применение в своей клинической практике. Что еще, какие направления интересны? Конечно, сейчас, наверное, вы уже слышали, неодювантное использование иммунотерапии, особенно комбинированной терапии. В этом году на АСКО были представлены результаты исследования Прада, когда пациентов с местно распространенной опухоли, но подлежащей операции, использовали всего два цикла введения неволумаба с эпилемабом, а потом больной подлежал операции. И в зависимости от ответа, больному делали или не делали лимфоденоктомию, и в последующем, если был неполный ответ патоморфологический, он подвергался поддерживающей терапии неволумабом. Посмотрите, какие результаты. Полный патоморфологический ответ наблюдался у 50% пациентов. Причем 77% пациентов получили всего 1-2 введения неволумаба с эпилемабом. А общий ответ патоморфологический с менопатологическим ответом составил 71%. Конечно, ответ достаточно большой. Радиологический ответ, я бы сказала, здесь такой невеликий – 45%. Но, видимо, не все то, что мы видим рентгологически, мы можем оценить, конечно, морфологически. Безусловно, неодевантная терапия найдет достойное применение для лечения больных с меланомой. И в конце уже своего выступления я хочу обратить внимание, опять же, на выдержку из доклада Александра Игермонта. Он сказал, что иммунотерапия, революционная иммунотерапия является уроком меланомы и будет распространяться на другие опухоли, на другие солидные опухоли. И, конечно, мы видим, что препараты иммуноонкологические работают и при других локализациях. И надеемся, что, конечно, мы увидим все больше и больше эффекта, и больше пациентов будем лечить. Что бы я хотела обратить внимание, что сейчас у нас организована, не сейчас, а уже несколько лет назад, есть организация, профессиональная организация «Меланома-Про». Ее возглавил Демидов Ильев Вадимович. Эта организация, профессиональная организация, еще раз повторяю, занимается диагностикой, лечением, организационными проблемами, лечением пациентов с меланомой. И, конечно, мы разрабатываем и программы, и участвуем в клинических исследованиях. И я думаю, что работа будет продолжаться, и она, конечно, интересна, и она включает в себя очень много различных специалистов. И, подведя итоги, могу сказать, что, конечно, нерешенных проблем еще остается много. И проблемы, кому лучше назначать комбинированную терапию, это предикторов ответа, проблема диагностики, проблема даже для Российской Федерации исследования сигнальных лимфатических узлов для диагностики, для правильного стадирования. Но, тем не менее, несмотря на все это, можем сказать, что мы переживаем с вами новую эру в лечении меланомы. И современная лекарственная терапия нам позволяет добиться выраженных и, самое главное, длительных ответов, включая и излечение пациента. Спасибо большое, уважаемые коллеги.